В эфире новости 1-го Караганинского. Здравствуйте! В студии работает Динара Сартаева. В ближайшие 20 минут я и мои коллеги расскажем только о главном. В Караганде двое осужденных ложками нанесли себе ранения в область живота. Было установлено, что данные осужденные не согласны с режимом содержания. В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом активисты медицинского университета совместно с медиками города устроили акцию. Чтобы население знало о инфекции, о путях передачи инфекции. У звезды американских боевиков Жан-Клод Ван Дамма появился новый друг в Караганде. В телефонном разговоре с сыном он обещал, что если будет где-то промежуток, может приедет. Ложка как аргумент в спорах с администрацией следственного изолятора. В Караганде двое осужденных ложками нанесли себе ранения в область живота. Заключенные были не согласны с режимом содержания в следственном изоляторе. О том, что в 42-й камере С-16 произошло ЧП в Центральный отдел полиции, сообщение поступило 21 числа текущего месяца. Протестующими оказались 25-летние осужденные. Около 23-х часов ночи из камеры раздался крик о помощи. В ходе следственных мероприятий выяснилось, что один из осужденных, 25-летний Жигер Смагулов и Алмазхан Ажигулов, узнали, что их этапируют туберкулезную зону. Возмущенные этим известием, молодые люди нанесли себе проникающее ранение ложкой в область живота. Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь. А вот возбуждение уголовного дела надзорным органам было отказано. Нет состава преступления, отметили в районной прокуратуре имени Казбекби. Было установлено, что данные осужденные не согласны с режимом содержания. Вот на основании чего было вынесено постановление об отказе возбужденного дела центральным отделом полиции. В Жизказгане по горячим следам сотрудниками криминальной полиции раскрыто убийство таксистки. Об этом сообщает пресс-служба областного ДВД. На днях в полицию обратился супруг с заявлением о пропаже жены вместе с машиной. В этот же день стражи порядка остановили Мерседес, который подходил по ориентировке. За рулем был 21-летний безработный житель Жизказгана. Он признался, что убил таксистку, чтобы завладеть автомашиной, сотовым телефоном и 30 тысячами тенге. Убийца нанес жертвы на живые ранения в шею и в живот. После этого разбил голову обломком кирпича, убедившись, что женщина мертва. Преступник закопал тело, затем уехал на автомашине жертвы и катался на ней по городу, поменяв государственные номерные знаки, похитив их с другого автомобиля. Убийца забрал также сотовый телефон жертвы и 30 тысячи тенге, находящейся в машине. В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом активисты Медицинского университета совместно с медиками города устроили акцию. Студенты информировали горожан, как предотвратить появление этого страшного вируса. Кроме того, жителям шахтерской столицы раздавали маленькие презенты. Подробнее в сюжете Алина Акбаевы. Вы можете видеть пару дней? Сегодня проходит Всемирная компания, которая посвящена в форбе. Я хочу вам рассказать. Активисты не только информировали жителей города, но и раздавали небольшие подарки. В акции принимает участие 60 студентов Медицинского университета. Волонтеры проинформировали более 5000 человек. На сегодняшний день в Карагандинской области зарегистрировано более 3000 вещей инфицированных. За 10 месяцев у нас выявлено новых случаев, 245 новых случаев. Конечно же, ситуация настораживает. Мы хотели бы проинформировать сегодняшним днем наше население, как бы это основной метод профилактики ВИЧ-инфекции, чтобы население знало о инфекции, о путях передачи инфекции. Одна из волонтеров Нургульного Теева, студентка Медицинского университета, впервые участвует в проведении подобной акции. Об этой акции мы узнали на кафедре. У нас идет занятие в СПИД-центре. Преподаватели предложили нам принять участие в ней. И, собственно, благодаря этому мы сегодня здесь. Проведя акцию, мы узнали, что население нашей республики Казахстан, многие, не проинформировали о заболевании. Некоторые даже не знают, что это за заболевание, не знают симптоматику, не знают, как это выявить. Алина Акбаева, Карат Рашитов, Бахтия Распанов, 1-й Карагандинский. Реклама на канале, не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Тревел Мания. И пусть весь мир крутится вокруг вас. Телефон 506-366. Заниматься любимым делом и получать за это достойную плату – что может быть лучше? Впервые в Караганде мы предлагаем углубленный курс менеджера по туризму и директорские курсы «Стартап в турбизнесе». Программа курса включает работу с клиентами, конкуляция индивидуальных туров, работу с готовыми турпакетами, документы оборот при оформлении тура, паспортно-визовые формальности, правила лицензирования и многое другое. Углубленное изучение позволяет работать сразу после окончания курса на уровне профессионального менеджера с опытом работы или директора турфирмы. По завершению курса выдается сертификат. Набор ограничен. Справки по телефону 97 47 42 8 702 155 98 00. Аулы Малтенбесыгом. Под таким названием прошел международный форум для сельской молодежи. В нем приняли участие 8 представителей стран России, Белоруссии, Украины и Киргизии. А также сельская молодежь из 14 регионов Казахстана. Местные представители обменивались опытом с зарубежными странами в реализации сельских программ, демонстрировали достижения сельчан, а также намечали перспективы сотрудничества сельской молодежи. Подробнее в репортаже Алина Акбаевой. В форуме приняли участие 40 представителей со всех регионов Казахстана. В стенах здания Нур-Этан выступали трудящиеся молодежь предприятий и организаций, учащиеся и студенты, а также участники проекта с дипломом в село. По словам организаторов, с каждым годом поток молодежи в село увеличивается, так как создаются комфортные условия. Кроме того, от государства идет большая поддержка молодым специалистам. Наша задача через проект с дипломом в село, через другие инициативы, именно привлечь внимание молодежи, чтобы как можно больше молодежи ехало раз, во-вторых, чтобы в сельской местности были созданы условия комфортные, именно по организации досуга. Плюс в сельской местности, в Казахстане, по крайней мере, востребовано специалистов молодых очень высоко. Андрей Беляков приехал из Минска впервые в шахтерскую столицу. Представляет проект «Властелин села». Он реализуется на протяжении 8 лет. Программа объединяет тысячи семей с сельской местности, со всей Белоруссии. Цель такой программы – популяризовать труд на селе и семейные ценности. Кроме того, семьи получают неплохую поддержку, как финансовую, так и бытовой техникой. И мы бы хотели, чтобы этот проект, который реализовывается в Белоруссии, чтобы он все-таки уже приобрел статус международного. Мы готовы сегодня принять семьи из наших государств, Содружества независимых государств, да, из Казахстана, из России, из Украины, из Кыргызстана. Мы бы очень рады были, чтобы семьи приехали, потому что, во-первых, это опыт, это общение, ну и это популяризация все-таки вечных ценностей. Один из представителей форума – Игорь Гельбанов. По словам гостей из Москвы, сейчас активируются процессы евразийской интеграции. Идут активные выстраивания взаимоотношений в рамках таможенного союза. И поэтому молодежь не должна отставать от этих процессов. Мы планируем разработать совместные формы участия в рамках таможенного союза и развития молодежи на селе. Очередной раз убедился в том, что у нас все-таки общий менталитет, в отличие от стран Европы, Америки, Южной Азии, Гитая, Индии. Ну, конечно, ряд программ, которые сейчас развиваются в Казахстане, те программы, которые развиваются сейчас в Беларуси, на наш взгляд, очень интересны. И я думаю, что те предложения, которые мы отсюда увезем, найдут применение и в развиваемых программах в Российской Федерации. Много есть чего нового. Еще раз говорю, что нам нужно объединять усилия в рамках таможенного союза. Алина Акбаева, Габиен Куржбеков, Бахтия Распанов, Первый Карагандинский. У звезды американских боевиков Жан-Клод Ван Дамма появился новый друг Караганде. Это экс-начальник областного управления туризма и спорта Нургазы Жарылгапов. Призят ли актер мирового кино в шахтерскую столицу узнавал Николай Кровец. Нургазы Жарылгапов проверяет боксерские навыки у самого Жан-Клод Ван Дамма. Знакомство с известным актером произошло в Дубае. Тогда герой фильма «Универсальный солдат» снимался в популярном телевизионном шоу. Первая встреча с легендарной звездой до сих пор в памяти у карагандинца. Я думаю, что на Ван Дамме не одно поколение выросло, не только в Казахстане, но и в мире. Очень много фильмов, где он снимался. Поэтому с ним пообщались в Дубае, сын сильно с ним контактирует, дружит. Ван Дамм живет в Бельгии, в Гонконге, в Таиланде, в Канаде, в Лос-Анджелесе. Я сейчас дом купил. Человек по всему миру ездит. Жан-Клод Ван Дамм показался Жералгапову очень душевным человеком. Оказывается, актер раньше тоже не знал английский язык, но благодаря своему упорству его выучил. Потому народ к нему и тянется, что он прост в общении, считает карагандинец. Я думаю, что у него хорошее отношение к Казахстану. У него была встреча с нашим президентом. У него очень положительная эмоция в Казахстане. Во-первых, по людям. Очень много он знает ребят казахов и бизнесменов. Ну и нас тоже знает. Нургазе Жералгапов пригласил Ван Дама на международный турнир по боксу памяти своего отца, заслуженного тренера страны Галыма Жералгапова. Он пройдет в середине декабря в Караганде. Ван Дамм пообещал, будет время, обязательно приедет. Переговоры ведутся. Я это все поручил своему сыну. Сын с ним разговаривает, переписывается. Потому что он и большой контракт у него с телекомпаниями. В телефонном разговоре с сыном он обещал, что если будет где-то промежуток, может приедет. Но я думаю, что в Караганду все равно когда-то приедет. Супер! Чемпион! Николай Кровецкий, Рат Рашитов, Первый Карагандинский. Накануне празднования дня первого президента Казахстана в Караганде открылся центральный офис акционерного общества «Хоум Кредит Банк». В настоящее время группа «Хоум Кредит» действует в 10 странах мира, в том числе и в Казахстане. Количество отделений банка в стране за последнее время увеличилось в 2,5 раза. Его филиал заработал и в шахтерской столице. Доступный и понятный каждому жителю финансовый продукт – вот основа работы «Хоум Кредит Банка». Ход времени неумолим. Кто движется вперед, тот преуспеет во многом. Символично, что церемонию открытия в Караганде филиала «Хоум Кредит» приурочили к дню первого президента страны. «Хоум Кредит» способствует развитию региона через розничные потребительские кредиты, активно стремится к осуществлению целей «Стратегии-2050». На церемонии открытия банка «Хоум Кредит» выступили с поздравлениями Аким района имени Казабекби Рустем Кабжанов, представители Национального банка в регионе, государственных органов, а также партнеры и клиенты банка. В 9 регионах страны одновременно открываются филиалы банка «Хоум Кредит». Большой неожиданностью стал серьезный подарок от банка «Любови Ким» – самому лояльному и обязательному клиента банка «Хоум Кредит». Она уже 18 раз пользовалась услугами банка и всегда вовремя погашала кредиты. В подарок Любови Мироновне мы бы хотели преподнести сертификат на депозит в сумму 50 тысяч тенге. Это будет свидетельство, что мы, Любови Мироновне, начнём статистику движения в нашем банке. Спасибо большое, мы очень благодарим вас за то, что... Я очень люблю этот банк, доверяю ему. Я не знаю, я другого банка не признаю. Вот так искренне и просто, как работает и сам банк. Банк «Хоум Кредит» нацелен в первую очередь на розничный бизнес. И в дальнейшем это только может позволить увеличить количество субъектов малого бизнеса. Банк «Хоум Кредит» за годы своего существования доказал свою стабильность, уверенное и динамичное развитие на рынке Казахстана. Приоритетное направление в работе с клиентами – предоставление простых и понятных потребительских услуг. Есть много планов, которые мы уже начали в этом году. Они ориентированы на финансовую грамотность населения. Будем предоставлять не только стандартные продукты банков, но и услуги по финансовой грамотности. Надо сказать, что Банк «Хоум Кредит» первым стал заботиться о клиентах, обучая их финансовой грамотности. Мало того, он смотрит в перспективу, он думает о будущих своих клиентах. Готовится к выпуску книга для детей, где ребятишки смогут познать все финансовые премудрости работы с банками. Люди нуждаются в информации, как сберегать деньги, каким образом каждый, имея даже небольшую зарплату, может научиться не только сберегать, рачительно использовать свои деньги, но и, допустим, начать накапливать их. Вот такой депозит у нас в банке сейчас есть от 1000 тенге. То есть, я думаю, что каждый человек может найти возможность положить с зарплатой 1000 тенге под процент максимальный. Банк «Хоум Кредит» пришел в наш регион основательно, надолго и предлагает реальную помощь в покупке товаров и обретении стабильности. Вас ждут в центральном офисе по адресу Караганда, Бульвар Мира, 4А. Сергей Высокосов, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Allugal. На этом у нас все. Смотрите новости первого Карагандинского и будьте в курсе всех событий. Спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok